Бурная дискуссия развернулась вокруг темы, которые волнуют миллионы людей, учащихся их родителей, педагогов. Речь идет о стипендиях и других поощрениях, принятых в вузах. Сколько, когда и за что платить студентам, мнения на этот счет разделились. Репортаж Павла Получика. Быть или не быть стипендием для всех студентов. Поднимая такой вопрос, помощник президента России Аркадий Дворкович знал, что тему выбрал, как он сам выразился, непопулярную. Но последовавшая дискуссия показала, что вопрос не просто сложный, а болезненный, несмотря на то, что речь идет о сумме в пять раз ниже прожиточного уровня. Средняя стипендия в России 1100 рублей. Стипендии и так небольшие, отменять его вообще нет смысла. Бурное обсуждение в институтской среде началось после интервью Аркадия Дворковича интернет-газете, в котором тот предложил пересмотреть систему выплат студентам, что называется, в воспитательных целях. Если мы все считаем, что всего нужно добиваться своим трудом, что работать должно стать модным, нужно отменить стандартные стипендию студентов, потому что это неправильный сигнал, что ты за сам факт своей учебы получаешь компенсации. Российские студенты и так чемпионы во всем мире по заработку. У нас работает, наверное, 60-65% студентов, работает практически полный день за счет учебы. И мне кажется, что нам надо противоположные тенденции как-то развивать. Во всех ведущих вузах мира подработка студентов жестко регламентируется, не больше 20 часов в неделю. А вот за сам факт учебы студентам, как правило, не платят. Исключение Франции, где просто так выдают до 800 евро в месяц. В Америке, Германии и Англии стипендии начисляют по особым причинам. Иногда стипендии выдают ребятам из малоимущих семей, но есть и другой вид стипендии. Ее получают талантливые в учебе и спорте студенты, способные принести пользу университету. Еще на Западе хорошо развито учебное кредитование. Не плата за учебу, а сумма на жизнь, вернуть которую нужно после того, как закончишь университет и устроишься на работу. Подобную систему Дворкович предлагает ввести и в России. Плюс к новым рабочим местам. Стипендии, гранты, главное, чтобы они были не за факт нахождения в вузе и даже не за получение просто хороших оценок, а за серьезную работу, которая включает в себя и учебу, и практическую деятельность. В вузе, не в вузе. Анна Сорокина из таких. В высшей школе экономики она и учится, и трудится в лаборатории, и на кафедре. Но все равно, говорит Анна, без базовой стипендии на первом курсе пришлось бы туго. Или иметь что-то, да, или иметь ничего, разные вещи. И хотя бы на ту базовую стипендию, как я уже говорила, студент и многородник может позволить себе оплатить и общежитие, и оплатить проездной. Студент четвертого курса Уральского федерального университета Степан Клюшкин тоже работы не боится. В стекольном цехе и по ночам. Днем некогда, все съедает учеба. Даже при том, что я работаю, стипендия – это не лишние деньги, и ее, наоборот, надо не отменять, а повышать. При этом и Анна, и Степан – стипендиаты. За высокие оценки получают повышенную стипендию. Однако Дворкович настаивает, хорошо учиться студенты должны не ради денег, а ради знаний. И хотя многие преподаватели, как и Дворкович, считают, платить студентам только за то, что у них есть зачетки, неправильно. Поощрять их обязательно. В той же Высшей школе экономики, начиная со второго курса, стипендии платят только 15% слушателей. Самым лучшим. Стипендии надо оставлять. Стипендии надо оставлять. Но платить их за результат, полученный студентами. Сам Аркадий Дворкович сегодня заявил, что дискуссия получилась острой, но важной. Правда, многие его слова либо неправильно поняли, либо исказили. Отменять стипендии завтра не будут. Сначала нужно создать условия. Повторяю, без возможности для работы и без системы грантов и кредитов отменять сейчас стипендии, естественно, преждевременно. И я это никогда не предлагал. Более того, в этом году они будут повышены. Павел Получик, Анна Бритвин, Наталья Юрьева, Андрей Черкасов. Первый канал.